Стотысячное население Лобинского района обслуживает более 30 организаций коммунального комплекса, расположенных на территории. Наверное, нет более важного вопроса, чем обеспечение жителей качественными коммунальными услугами – теплом, электроэнергией, газом, холодной и горячей водой, и, что немаловажно, по доступным ценам и тарифам. С этих слов начал совещание замглавы района Василий Клюев. Вопросы тарифов важны как для ресурсоснабжающих организаций, потому что это один из основных источников доходов предприятий. Всегда наши уважаемые коммунальники, наши ресурсники сетовали на то, что тариф несовершенен, тариф не охватывает всех затрат, которые туда включены. Мы никогда, в общем-то, не были довольны тем тарифом, считали, что где-то немножко их урезают, где-то немножко им не дают возможность, оказывая коммунальные услуги и получая за это платежи развиваться. Тем не менее, есть и обратные медали. Тариф для нашего населения всегда был тяжел, всегда воспринимался тяжело. Речь на совещании шла об ограничении роста размера платы граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2015 года. Пользуясь возможностью пообщаться с представителем РЭК, участники совещания задали Игорю Бедрину ряд вопросов, которые волнуют и население, и ресурсоснабжающие организации. Например, несколько сельских поселений в районе отапливаются термальной водой. Потребители хотят платить не за гигакалории, а за кубометры. Еще просьба взыскивать оплату с потребителей за несанкционированный разбор термальной воды для бытовых нужд. Были вопросы по поводу введения социальных норм на потребление электроэнергии. Интересовались на совещании перекрестным субсидированием при формировании тарифа. Игорь Бедрин ответил на все вопросы и разъяснил новые требования формирования предельного индекса по совокупной плате граждан за коммунальные услуги с 1 июля текущего года. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.